ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Йоу! Это Full Revolution Tour от компании Darkside И мы сейчас находимся в городе Ростов-Папа Собственно, это мой номер, куда меня заселили Гостиница Топус Топус Тарас, блядь Это гостиница Тарас, нахуй На самом деле, номер большой, прикольный Кровать жесткая, неудобная Душевая кабинка, прикольная Климат-контроль, нихуя не работает Потому что я уже тыкал, в номере холодно Эти вещи, это мои Air Force Им уже около пяти лет И это, наверное, самые такие кроссовки Которые больше всего я ценю, дорожу, блядь И люблю А вот такой вот туалет Как бы вот так Ладно, короче, сейчас мы едем В Holiday Hall В Holiday Hall, блядь В Holiday Hall Там будет проходить финальная вечеринка Города Ростова Это 4 Revolution Tour Я проебал Калининград Да, проебал Поэтому я сейчас ничего не могу сказать Вообще про новый Darkside Потому что я его даже не курил Но, собственно, попробуем прокурить А что-нибудь оттуда спиздить Для обзора Желательно бы что-нибудь Прям в пачках с наклейками То есть, ну, чтобы это прям реально был Рейр Там новые пачки Не просто, там, кулек в фольге, да Табака А вот имена как-то пиздат Братан, как тебе все? Дегустация, заебись Уголь Darkside Обычный уголь, блядь Все, в основном Заебись Табак Darkside Заебись Как он был заебись Так он и остается заебись А почему А почему Вы задать не делали вопрос Потому что Darkside Это круто Darkside Линейка V-Metium вызвала у меня максимальное впечатление. Оргазм прям вообще. Я вообще пизда. Самая найвешая. Пизда в плане хуёво или как вы пизда в плане хуенно? Пизда через Е, через Е. Пизда, пизда. Очень круто, очень круто. Да, кстати, лучший табак. Блять, Максима там ебать. Ох, страх усветит. А это Ростов. А это самые модные ростовские парни. Это Мияги и Эльбрус Джамирзоев. А, и мы, короче, идём в Холлидей Холл на 4Revolution Tour. Как вы видите, погода здесь вообще дерьмо, блять. Это юг. Что такое нахуй? Это юг, блять. В шапке какие блан, блять. Я думал, в кофте буду гулять. Короче, сейчас мы зайдём, посмотрим, что там будет. Народу как бы, ну, ещё мало. Ребят стоят. Наверное, ещё не пускают. Или пускают. Я не знаю, это, наверное, перекупы стоят. Так, мы уже внутри, короче, собственно, это вот такое помещение. Я ждал немного иначе. Я ждал немного другого. Есть хапчик, но, типа, всё по Элиночке. Все пока ещё стремаются подходить. Вот все ждут, пока кто-нибудь первый подойдёт и растерпанит хоть один пирог, и там уже все налетят. У нас здесь есть хозяин виллы. Да! Я его помню, хозяина виллы. Слушай, как тебе... Давай, нет, сразу. Короче, смотри, я ещё не курил. Ну, я вообще пока не буду подходить. Ты не пробовал обновлённый, Таркс? Нет. В твоём мнении. Ну, во-первых, самое, что первое в Чудомисе с ним стало намного приятнее работать. Реально намного приятнее работать. То есть, типа, вот, всё, что мы сталкивались с медиумом, вот эта вот желешка, её больше нет. На всех трёх линейках реально очень крутое сырьё. То есть, о чём заявляет производитель, о том, что новый поставщик, новое сырьё, всё классно. Медиум стал чуть крепче, реально крепче стало, и это ощутимо. Появилась чёткая грань между софтом, медиумом и рейером. Ну, его в последнее время между медиумом и софтом не было. Только один был липкий, другой был не липкий. Вот сейчас чёткая грань есть. То есть, типа, сейчас, когда к тебе заведение приходит, тут уже можно говорить о том, что софт – это действительно легче, чем медиум, а рейер – это действительно крепче, чем медиум. Вот. То есть, ну, в целом, угли круто работают, кальяны круто работают. Ладно, короче, как амбассадор-то отработал, но мы всё-таки попробуем сами это покурить, да, и попробуем что-то сказать. Подумаем, прокурим. Сейчас ребята немного разойдутся, немного выпьют, и будет намного веселее, я считаю так. Короче, здесь разливают бухлишко, есть тёлочки, есть гости. В основном вся кальяная движуха, народу становится всё больше. Вот здесь есть проектор, есть диджик. Собственно, это наш куратор. Вот он, кстати, который всё это здесь сделал, всё организовывает. Люди пьют, уже напали на закуски. Похоже, кто-то первый всё-таки ромсанул кусочек. И вот так вот всё это происходит, короче. Ну, я ожидал, что будет именно тусняк, будет темно. Здесь проблема с вытяжкой. В скором времени мы встретимся с этой проблемой. А так пока всё нормально, как бы. А это самый крутой чувак. Яма! Это мияги. Таджимы. Это таджики. Таджики. Таджики он говорит. Короче, давайте сейчас про новую линеечку-то поспрашиваем у людей, поспрашиваем их мнение, что они думают. Просто реально, блядь, рандомно подойдём и поспрашиваем у людей, что они думают по этому продукту. Ну, по изменениям. Погнали. Снимают? Да, снимают, давай. Рэйр достаточно неплохой. Вот. Гребенько, но не танчик. Ну, а так, ромка лучше ложится, объективно. Это тот дарсайт, который был, короче, который раньше знали. До волос, короче, вот. До всякой этой шляпки. До пластилина, да? До пластилина, да. Вот это вот тот дарсайт, который, короче, был в начале, который все полюбили. Я думаю, он ещё нарастит темпо. Так что всё круто. А ты прокурил всё? Да. Что ты можешь сказать про софт, медиум и рэйр? Есть ли изменения и насколько рэйр тяжелее, чем всё остальное? Рэйр стал примерно таким же, как и медиум, но медиум заметно подняли по тяжести. По вкусам я считаю, что полар-крем абсолютно химозный вкус, но при этом мне очень понравился виноград и тропик рэй. Вообще, это безумно крутые штуки. А так, в принципе, заметно то, что поменяли поставщика и всё очень круто. Привет. Привет. А почувствовала ли ты какую-то разницу, курила ли ты рэйр? Да. Рассказывай. А что, рассказывай. Что? Ну, рэйр. Расскажи про рэйр. По крепости? Ну, не знаю, что-нибудь. Громче-то. Ну. Привет, мышонок. Привет. Привет, Аркадем. Привет, Ростов. Бля, слушай. Да. А, курил ли ты рэйр? Да, рэйр курил. Так, давай, расскажи про медиум, софт, про рэйр. Есть ли разница и в чём она вообще? Разница софта обычно нет у нас в магазинах в Ростове. Но вот сейчас софт, он такой прикольный. А рэйр, когда делали, он постоянно чуть-чуть подгорал. То есть там, не знаю почему, может это из-за сырья или из-за чего-то ещё. Больше всего нравится софт. Софт сейчас вот, он прям лучше, лучше, чем был. И вообще сейчас он классный. Какие изменения? Изменения, но он легче стал заходить. Раньше софт он так, как-то придирал чуть-чуть, а сейчас софт прям заходит шикарно. Рэйр, не то чтобы крепкий, но он такой. Всё, я тебя понял. Давайте ещё раз поаплани. Самый масштабный тур в Кальянный УД-3. 30 городов вы посетили в рамках этого тура, 200 кальянных мы обойдём. Около 10 тысяч гостей посетит наш храм. Это впечатляет. Наши команды, с чего 4 команды работают. Около 400 перелётов совершившихся. В 11 часовых поездов мы практически одновременно работаем. 50 тысяч километров пути пока сожжётся для демонстрации. В других городах у нас присутствуют также другие блогеры, владельцы франшиз, производители. Но вот у нас сегодня с нами самый лучший – это Тауэр. Слушай, ты курил уже новую линейку? Нет, ещё. Ладно, попозже подойду, спрошу. За эти 5 лет мы очень много всего сделали, очень много планируем, что делать. Но мы считаем, что эволюция, она возможна только совместно. Это тульс для эволюции. Именно для этого мы приехали в 30 городов, чтобы лицом к лицу встретиться с вами, пообщаться, обсудить проблемы, обсудить новшества. Спасибо, здорово мне. Идём далее. Короче, реально, очень много людей, кто хотят попробовать. Я как бы поспрашивал у людей, курили ли вы Рейер на дегустациях. Многие, короче, как я понял, кто были на дегустациях в кальянных, они сюда не пришли просто. Здесь остались только те, которые не курили. Но есть чувак, который явно курил. Ты курил Рейер? Да, да, курил. Так, расскажи, есть ли изменения какие-то? Блин, ну, по сравнению с медиумом, особо разницы не почувствовал, на самом деле. Чуть-чуть больше табачки, конечно, подлинно табачного привкуса, а в крепости и в аромке разницы не особо. Ну, типа... А то, что поменяли сырье, заметно? Медиум стал, как по мне, чуть крепче. То есть, так вот, да. Софт, я разницы, опять же, не заметил. То есть, он такой же вкусный. Возможно, через какое-то время он не теряет вкус, как раньше. Вот, но сейчас все так же, как и было у софта. То есть, крепость, вкус, все так же. Вот, медиум стал крепче. Вейер, ну, никакой разницы я не заметил, естественно. Вот, такие дела. Самая ебучая. Давай, расскажи, блядь, что там было. Я хочу сказать, что кола самый нормальный вкус из всех, блядь, представленных. А вот. Ну, кихуа хуйня, груша хуйня, там, тыры-пыры хуйня. Очень хочу попробовать линейку рейп. Ни разу я ее не пробовал, очень хочу попробовать. Вот. Дава ты, мой отдельный респект. Ну, ебал себе кальян забил, там, любой там. Дарксайд, да, танжи, без разницы, понял? Забил, и такой, блядь, а у тебя слюни уже, типа, понял? А ты на панели попробовал, приставь, крепость меньше была. Да, это шучу, что. Ну, вот, и типа, а вот эльхуку я такой забиваю с утра, в чашечку отдав и дым, отдав и дым в чашечку, а? Вот эта, которая, да, которая ебучая, да. Вот, забиваю, и не меняю прям, блядь, ну, типа, прям вот то, что надо. И слюни не пускаешь, и накуриваешь. Это от чашечки зависит еще. Эльхуку вообще заебись. От чашечки зависит, да. Недавно попробовал, это, смоклаповскую чашку, блядь, она вообще не убивашка, понял? Она раздерживающая. Она просто уничтожающая. Я еще пока не набухался, я могу еще излагать свои мысли более доступно. А ты только пил? Да. У меня наркотики. У тебя самый большой стакан, кстати. Ха-ха. Чашечка. Я с Гайворонским бухал. У-у-у-у. Да, достойно. Ну, что, как-то так. Ну, в Хуке у нас, в Новочеке. А, ты с Новочек? А потом Ростов поехали сюда, в Вэшн, тут еще побухали. Ну, такое, типа. Блядь, ну, не знаю, типа. Он, конечно, рад был моему присутствию, но в конце... Да-да, он тоже рад. Он хотел улыбаться. Но, 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 но. В конце он уже такой, типа, чувак. Сваливал, блядь, да? Да, заебал. Ты уже даже рад, и бочко. А потом я вышел на Красноармейску, здесь, Ростове. А там стояло три проститутки. И педала, вот. Три проститутки. И я такой, заебался до них жестко, типа. Там, поехали все втроем со мной, там, тыры-пыры-ля-ля-ля. Ну, угора, я уж такси вызвал, и угораю, стою над ними. Они такие, да, мы так не работаем, мы так не работаем. Я говорю, а как вы работаете? Они говорят, машина подъезжает, мы садимся в машину и работаем. Я говорю, окей, окей. Разворачиваю, откажу метров на 10. Открываю дверь такой, импровизирую. Я говорю, садитесь, девчата, я вас всех троих беру, говорю, заехали. Там такси стоит, ха-ха ловит, там сутенер сзади в фриоре стоит, ха-ха ловит, короче. Ну, вообще жестко. Проститутки охуенные, проститутки пиздатые, без них жизнь в платье тяжелая. История про проституток как раз на армейскую. Я никогда не ебал проституток. Почему? Они твою тачку не садили, да? Не доводили. У меня тачки нет, бро. Так ты же к ним подержали. У меня все, что едет. А воображаемую тоже не сели. Пусть знает, ну как я... Воображаемую тачку садятся к воображаемой проститутке. Дарксайд, дарксайд, ебой. А ты медиум покурил? Да. А софт? Рэйр еще не курил. А отличия между медиум, софтом, ну как? Ну есть, конечно, медиум покрепче, но прям так разительно, как они позиционируют, что софт прям легкий табак. Ну, нет, он не легкий. Как бы его курить можно, да, там. Ну, разница есть. Ну, не такая прям что-то, глобальная. То есть, в принципе, как бы не особо что-то поменялось. По вкусам, да. Потому что некоторые вкусы стали поинтереснее, конечно. Что сделали? Повкуснее стали вкусы. По насыщеннее? Да, по насыщеннее. Вот, например, Палар Крим из ташкового мороженого. Айс Грени. Что еще? Груша. Конечно, стали повкуснее. Ну, прям разительная разница такой, что прям, как они говорят. Ну, посмотрим, как рейр еще будет. А как тебе медиум, софт? Ты вот покурил уже. Между софт и медиум сейчас из-за того, что поменяли сырье, на самом деле довольно ощущается крепость. Но по курению сильно не изменилось. То есть, это полчаса держится вкус, потом он так же спадает. Возможно, они это потом как-то улучшат, но именно крепость, вот это разделение, оно прям очень грамотно сделано, очень хорошо. А что ты ждешь от рейра? От рейра жду, чтобы я, когда его один курил, я вот так просто лег и сказал, все, до свидания. Расскажи ты, как тебе вообще все движуха? Ну, движуха, да, прикольно, классно. Громче! Движуха, ура, красно, прикольно, но слишком много людей, слишком много людей, и ты не успеваешь ничего толком попробовать. Но раньше, когда я работал в Куки, мы просто заказывали медиум, потому что софтом не было никакой разницы. А сегодня я могу сказать то, что... Главдин берет очередное интервью к очередного крутого пацика. А здесь все крутые пацки. А почему? А почему? А почему вы за это не делали вопрос? Потому что Дарксайд это круто! Дарксайд! Как ты считаешь, ему заплатили? Мне нечего добавить, да, но нам вместе заплатили. Дарксайд круто, да. Дарксайд! Дарксайд! У меня про него отдельная нарезка готова. Ты покурила? Покурила. Че, как тебе рассказывать? Мне все очень понравилось, очень сильно. Какие-то замечания есть? Нет, никаких замечаний, кроме того, что слишком мало места в этом мы завели. А не, а по табаку? Прекрасно. А ты курила прошлый Дарксайд? Линейка медиум вызвала у меня максимальное яркие впечатления. Линейка вим-метиум вызвала у меня максимальное впечатление. Оргазм прям вообще? Прям вообще пизда. Самый наивысый умный. Пизда в плане хуёвая или как бы пизда в плане пизда? Пизда через е, через е. Пизда! Пизда! Очень круто, очень круто. Дарксайд, лучший табак. Блядь, на все мы там ебать его в страх усветим. Короче, покурил? Покурил. Рассказывай, как есть, блядь. Изменили ноль. Ты так считаешь? Да. Попробовал бананопапу, брат, вообще ноль. Ну-ка, бля, обоснуй нахуй. Так, Азок подъехал, если бы. Давай, брат. Азок, значит, бананопапа, ты думаешь, изменение ноль? Или, что, но в этом почти не лезь? А, в этом почти не лезь? Ага. По мне, изменение ноль, Макс. Ну, не знаю. Можно попробовать просто рар, линдейку, правда, не в 4 раз. Вот я жду, я жду именно эту линдейку рейр, чтобы попробовать ее. Вот все, я уже пробовал, я пробовал халинксар. Адаба лучше блогеров. Вы попробовали рейр? Да. Ваше мнение? Ну, давай, расписывай. Вкус передается хорошо. Блин, ну... Вставляет. Вставляет? Да. Понравился? Понравился, супер. Есть ли разница между медиумом? Есть. Есть? Есть. Надо супер. Привет, ты попробовала рейр? Нет, еще. А что пробовала? Ничего. Медиум попробовала? Нет, давай попробуем. Что? Ну, попробуй. Потом я к тебе подойду. Как тебе обновленный Дарксайд? Ты попробовала? Попробовала. И как тебе? Мне нравится. До этого Дарксайда ты курила? Да, курила. Ты хочешь, чтобы потусить на халяву, алкашечку попить? Нет, нет, нет. Я работаю в антикафе, где есть приятные. Все, понял. Как тебе? Ну, есть ли разница? Ну, тут лучше забивают. У него забивают? Тут лучше. А, тут лучше забивают? Да, да я не скажу название своего антикафе. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Жестко. Я тебе вопрос. Па вопроса, можно? Да. Первый. Как стать такой же медийной личностью, как ты? Отсосать у Кайворонского. Второй. А у тебя очки без стекол? Да, специально, чтобы вот так делать. Бля, у меня такая же дома только тема. Красава. А что, братан, ты покурил что-нибудь? Ну, расскажи, я не знаю, вот твое впечатление о Дарксайде. Как есть, братан, без купюр? Все хорошо, но я бы не сказал, что что-то прям поменялось. Рейр появился. В этой атмосфере сложно понять, что хорошо, что плохо. Но тусовка удалась. Это круто. Спасибо Дарксайду. И спасибо Дава Дыму за то, что он показал, как мыть колбу. Просто закинул тряпочку и все. Нихуя, что ты вспомнил. Просто закинул тряпочку. Все эти средства, вся эта хурма, это все дичь. Это все переплата, ребят. Не остается ни запахов, ни вкусов. Просто каждый день мойте кальяны. Честненько, аккуратненько ухаживайте и будет... Сейчас я его уберу, это нормально все равно. Давай. Сейчас, сейчас оно нормально. Ну, давай рассказывай про Рейр. Нормальный Рейр, ненамного отличается от медиума. Почему ты снимаешь мой нос? На самом деле, есть широкий объектив, и ты находишься очень далеко. Мы сейчас о другом говорили вообще, на самом деле. Полоза противоположная. Нормальный Рейр не сильно отличается от медиума. В принципе, не могу сказать, что... Какое-то новое аромко делали или еще что-то. Вкусы все стабильно, старые. Ну, как ты это назовешь одним словом? Нормально. Дядь, ну расскажи, как тебе? Все четко, спасибо. Поподробнее, чтобы, может, какие-то изменения почувствовал. Ну как, что-нибудь? Что? Или вообще ничего не поменялось? Блин, если честно, нет. А знаешь, почему ничего не поменялось? Потому что, ну, как бы стало хорошо, когда хорошо об этом обычно не говорят. Некуда, некуда дальше, да? Цвет. Разница есть. Тебе Рейр как, покрепче? Я на самом деле, вот честно тебе скажу, я возьму это отдельно и отдельно покурю. Я не могу понять ничего. Для меня просто вот реально, я... Когда я курил Рейр, он мне показался, вот, как сок. Видимо, реально разницу я почувствовал по крепости. Для меня крепче стало. А Рейр что-то... Ну, если вкусе остается табачного листа, это вот. Дядь, ну, а ты что-нибудь, ну, расскажи. Ну, мне все нравится. Тебе все нравится? Да. Я вообще стеснительный. Стеснительный? Да ладно. Не, на самом деле, круто. Тяжело, конечно, прорваться попробовать. Но я думаю, пробнички мы покурим. Уверен, что все будет вкусно, качественно и хорошо. Не сомневаемся. Все. Спасибо. Потому что хорошие люди, похоже, они будут рекламировать. Редактор субтитров А.Семкин